правда она как крот живет под землей но скрыто в глубине здравствуйте подписчики здравствуйте зрители с вами я кирилл и я продолжаю проходить резидент и был 7 2 сезон уже девятая серия да именно девятая ну что же мы уже добыли одну карточку ключ для того чтобы попасть в ловушку лукаса но нужно добыть еще одну ну где ее добывать я честно пока что и ума не приложу но у нас с вами есть получается ключ со змеей и рука серии d но похоже ключ со змеей я уже догадываюсь где нужно использовать это второй этаж дома бейкеров туда мы собственно друзья и направимся так значит что мы выложим что мы выложим а выложим мы нам здесь в принципе то все и по сути нужно ну пока что давайте наверное все оставим пока что что тут выложить то можно ну давайте да пока все все оставим если вдруг то вернемся на то это бэк трейтинг собственно это резидент это седьмой но в то же время классический плане атмосферы резидент поэтому здесь придется туда-сюда побегать да именно так ну что же вот как вы видите на стенах эти вот снова лесенки я снова поставил качество теней слабо потому что чтобы увеличить производительность появляются зомби эти всякие блин я уже привык 3 8 что этот инвентарь ничего происходит ладно сейчас убьем убили похоже с первого раза блядь начинается блин нападалово начинается нападалово короче постараемся их не не атаковать потому что блин это так тратится патроны все остальное тут герцога нету блин ни продавца нету при 4 не герцога как при 8 тут лучше нам не рисковать тут уже все исследовали прошлой серии блин тут мы уже все исследовали прошлой серии тут нам уже в принципе ничего то и не нужно хотя стоп как все есть тут кровать снова стоит на том же месте все как и было как это понимать я живу здесь уже все проходил отмычка странно я же вроде здесь уже все все собирал я же помню прекрасно или нет или не собирал стоп не понимаю давайте еще раз осмотрим я по моему прошлой серии здесь уже был в этом помещении это все точно был тут по моему если не ошибаюсь 3 часа а я забыл уже время честно ну да ладно ну да ладно мы здесь уже были просто сей ой давайте вы бежим вот в эту вот комнаты вот в эти вот что случилось все разрушено серьезно где где я какого чё здесь пора ужинать вот так прокачу тебя с ветерком нет 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 блин стой это не время слез не сопрайся и я знаю что я не могу ни на что не расчитываться после всего что я сделала Куда это ты собрала? Круто! Куда лучше, чем подыхать? Это с добудов! Эй! Папа, да? Ты не против, что я заберу маму ненадолго? Я умрела тебя убираться! Что? Не веришь мне? Эту радость! Я ее не поделаешь! Мы видели упорного труда. И вот, наконец-то, наш шедевр! Что? Это тебя! Зои? Зои, я... У нас нет времени. У тебя оба ингредиенты. Они у меня. Этого же хватит, да? Если только потерпеться. Зои, подними задницу и марш домой! Готов поговорить! Хочешь, чтоб я его вылечил? Я не могу понять, она войдет! Рядом, он меня ждет. Надежда при! Ваши скоро рассвет! Ах! Или так уже и было. Я не помню, было так народ или не было. Я не помню, честно. Вот комната со змеей. Вот дверь, да. Вот эту дверь нам нужно открыть. А может быть, даже и еще какие-то двери есть? Блин, я забыл, народ. Я забыл применить первую кашлечку. Ну ладно, что уже теперь делать? Фортепиано стоит или пианино. Что это такое? Сломано. Ну мы уже в начале игры пытались какое-то фортепиано играть. В итоге дверца вот эта вот захлопнулась и чуть пальцем прищемила. Ну и нафиг. Столовые принадлежности тут стоят. Трава. То трава даже есть. Так, соединить. А с чем соединять? А не с чем. А то у нас и три травы. То, что мы нашли. Вот видите, вот эти вот линии. Я отключил, чтобы увеличить производительность, качество теней. Я их отключил. Вот. А то будет дергаться картинка. Ну и нафиг. Какое-то апрель. Оливер прекратил вопить. Но иногда сверху доносится стук. Какое-то мая. То есть апрель-май. Какая же вонь. А еще с потолка капает, как странная жидкость. Кстати, у меня выдалось свободное время. Я снова заменил приз пульт управления. Теперь он будет снять, сиять даже ночью. Что, все? Да. Не знаю, к чему это запись. Какое-то разломанное стекло. Поломанное, так скажем. Какие-то... Похоже, это какая-то все-таки детская комната была. Тут кубики стоят. Все такое. Да. Именно так. Какой-то мячик футбольный. Непонятно, то ли это мячик, то ли это... Ну да, это мячик. Не глобус, как многие могли подумать. Так, топливо. Топливо, топливо. Зачем вообще топливо? Не знаю, мы уже Маргрет победили. Против кого еще применять топливо? В принципе. Кубки. Второе место. Третий конкурс новых инженеров. Наверное, это может быть Джек получил. Поощрительная премия. Чемпионат работников-любителей. Работотехников-любителей 98-й год. Бито. Серьезно. Апрель. Мамочка привела меня в городскую больницу. Там мою голову сфотографировали странным аппаратом. Потом мамочка купила мне в магазине игрушек по пазлам из 259 кусочков. Апрель. Этот дурак Оливер вечно меня дразнит. Ты чокнутый. Апрель. Я обманул Оливера. Пригласил его на свой день рождения, а потом запер на чердаке с помощью пульта управления. Он все плачет, выпусти меня Лукас. Ааа, понятно. Апрель. Я заменил пульт управления, чтобы эта дура Зоя не смогла попасть на чердак. Я объединил пульт с одним из призов конкурса изобретателей. Теперь ей его не найти. Ну понятно, понятно. Этот Оливер, походу, был другом детей Бейкеров. Особенно другом Лукаса. А потом стал над Лукасом прикалываться. Из-за чего Лукас стал таким долбаемым. Ну вы поняли кем. Почему он стал таким вот всем мстить подряд. А тем более, когда уже произошло вот это вот заражение этим вирусом всем. Тут что-то лежит. Вот еще отмычка. Да, уже две отмычки нам дали. Пищевые добавки. Ааа, ну это просто. Ну я не знаю, что здесь еще можно в принципе найти. Не знаю, не знаю. Ладно, я их применю, когда закончится место свободное. Больше, что в принципе ничего-то и нет, а нет, есть. Ничего себе, вот и чердак. Да, 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 именно так. Что такое? Скрипт что-то какой-то сработал. Что-то шевельнулось. Какая ерунда. Вот чердак. Похоже здесь он и запер. Это Оливер Лукаса. Договор на реконструкцию. Клиент Джек Бейкер. Подрядчик Тревор Энд Чемберлинг Конструкшн. Сроки строительства. 10 ноября 92-й по 30 ноября 92-й. Подробности. Установка двери с активацией по затемнению в центральном зале. А, ну вот походу. Вот чердак. Модель дробовика. Игрушечный топор. Да, ну и, конечно, полоски. Бросается в глаза, но да ладно. Ну попробуем. Сейчас я поставлю. Если будет тормозить, что-то хуже работает, то лучше надо вернуть видео. Так. Текстура, размытие, сглаживание. Вот качество теней. Качество теней. Поставим просто сильно. Просто не очень сильно. Просто сильно. Вот уже получше. Ну не знаю, как будет работать игра, народ. Я не знаю. Если будет тормозить, то лучше вернуть обратно. Так, что тут еще-то есть? Какой-то проектор, видимо. Вещи пошли, вещи пошли. А поместить-то некуда. И какая-то опять фигурка, которую нужно проекцировать. Вот, чтобы, ну, картинка, в общем. Какой-то чувак с топором. Картина под названием Судилище. Судилище. На ней изображена женщина, стоящая на коленях перед толпой. Интересно. Ну ладно, что. Давайте попробуем спроекцировать. А потом тогда вернемся в сейврум. Тут есть на первом этаже сейврум. Ну можно либо на улицу, либо... Это самое. Либо здесь. Либо здесь, в доме. Так. Чичо. Может быть так? Нет. Может так? Это прям быстро разгадали. С пауком долго мучились. Это быстро прям разгадали. А вот и вторая карточка ключ. Ну, как я понимаю, лучше сейчас ее не брать. А мы ее и не возьмем никак, потому что у нас тупо нет места. Собственно, вот ларчик просто открывался. Теперь вернемся в сейврум. Да, народ, вернемся в сейврум. Но че делать? Че поделать? Места нету. Хотя мы увеличили. Увеличили инвентарь. Но все равно места нет. Такие вот дела. Сразу говорю, поосторожнее. Могут быть враги. Хотя не думаю. Потому что мы карточку еще не взяли. Скрипт определенный не сработал. А это говорит о том, что, собственно, врагов быть не должно. Кроме того, вот этого вот ублюдка, который выходит сейчас. Не, давайте лучше на улицу. Давайте лучше на улицу. Так будет лучше. Ну, пока более-менее работает с высокими тенями. Ну, блин. Низкие тени просто ужас. Просто ужас, как бросается в глаза. Ну, вы видели, народ. Просто ужас, как бросается. Ужас-ужас. Ужас ужасный, так скажем. Так, ну, давайте. Что мы выложим? Попробуем все соединить. Ни с чем не соединить. Так, ну, давайте, наверное, как сделаем. Выложим большую аптечку. Вот эту вот. Одну. Выложим ее. Раз. Что еще? Ну, тут руку выложим. Она уже нам точно не нужна. Два. Что еще выложим? Отмычки оставим. Они очень нужны. Вот эти какие-то порохи непонятные. Ну, ладно. Пока оставим. Пока оставим. Да. Сейчас вернемся. Потому что надо сейчас забрать синюю карточку ключ. И не метаться, не мешаться. Так, сейчас появится вражина. Одна. А вот и она. Где она появилась? А здесь. Ну, оббегаем. Ну, просто смысл на всех тратить патронов нету. Вот. Учитывая, что здесь нет прокачки. Ни оружия, ничего прокачки здесь нет. Ну, не считая прокачки инвентаря, но это потому, что мы нашли портфель сами. Только поэтому. Карточку мы берем в первую очередь. И, скорее всего, произойдет какой-то рез. Скорее всего, да. Так. Игрушечный топор. И что он нам нужен? Игрушечный топор. Это всего лишь детская игрушка, ее нельзя использовать как оружие. Ничего не понял. Модель дробовика. Так зачем нам игрушечная модель дробовика, если мы уже добыли настоящий дробовик внизу? Я не понимаю. Это прикол. В принципе. Кассеты с днем рождения. Блядь, опять места нету, елки-палки. А-а-а. Надо больше выкладывать этих самых. Ну. А-а. Как называется-то эта хуйня? Пищевую добавку мы используем, когда попадем туда. Там это будет, ну, более целесообразнее использовать. Опять возвращаться до елки-палки. Елки-палки. Пока врагов не спавнится. Это хорошо. Ну, мы вернемся в сейврум на первом этаже. Для разнообразия, в принципе. Ой-ой-ой-ой. Это что? Пульт? Пульт, блядь. Телефон. Давайте слушать. Новая озвучка, слушаем. Идите нахуй. Я ваш рот ебал. Да. Да. Поговорим о кино. Я его не люблю. Говно-рэпер, программист, потребитель. Ты дрочишь? Мне за это дело стыдно. Чертовски стыдно. И я сам лично перед самим собой себя презираю. Однако, когда мне стыдно перед самим собой, другим людям... Да пошел ты, знаешь, куда? А теперь... Ой, Лукас, блядь. Начинается у него опять гонки. Ну, что теперь делать? Что теперь делать? Какое же нам сюрпистрон приготовил? Непонятно. Пока что непонятно. Будем думать, будем делать. Так, значит, что мы выложим? Этот топор сразу выкладываем. Это раз. Ааа, что еще? Нам осталось, в принципе, взять... Блядь, опять соскочил. Я прошу прощения, я быстро. Ааа, что мы забыли там взять-то? Ааа, красный этот самый. Эпоксид этот самый, как он называется. Эпоксид, как он называется? Да, эпоксид красный не взяли. Да-да-да-да-да. Да, сейчас мы его, собственно, и возьмем. Побежали, побежали. Пока ножки не устали. Ну, собственно, да. Тут такая вот хуйня, тут вот, блин. Не, ну, в принципе, в принципе, если бы... Хотя, блин, нет, нет. Мы же играем на нормале. Мы на нормале же играем. А представьте, как бы часто вам пришлось бы бегать, туда-сюда, народ, если бы вы играли на харде или вообще на вейт-харде. Это, блин, капец. И заметьте, враг пропал. Враг пропал, потому что сработал скрипт. Скрипт телефона. То есть враг, по идее, появиться при звонке телефона не должен. Получается, разрабы его убрали. То есть, получается, правильно я сделал, что я его не убил. Получается, все правильно. Тут же элементарная логика. Ой, да, уж. Возьмем... А, блин, это не эпоксид. Это кассета. Это кассета. Это кассета. Блин. Я думаю, я что-то... Что за хуйня у меня происходит? Думаю, это эпоксид мы забыли. А это, оказывается, кассета. Этот дробовик мы брать не будем. Смысла в этом нету. Кассету мы сейчас просмотрим. Где мы ее просмотрим? Просмотрим мы ее. Вот в этом большом зале. Именно здесь, да. Ну, давайте посмотрим, что покажет наша кассета. Озвучка. Всем привет. Меня зовут Егорка, и я маленькая 12-летняя потреблять. Не могу похвастаться наличием серого вещества в своем черепе, но все равно вертел на своем маленьком хуе ваши мнения и доводы. Обладая совершенно дерьмовым вкусом, очень падок на экшон, взрывы, и готов мамку родную отдать за Кевина Спейси. Проще говоря, я ебаный тупоголовый школьник, которому абсолютно похуй на качество продукта. Мне важна его упаковка. И нет, я совершенно не жертва маркетинга Activision. Я просто люблю жрать дерьмо. Меня совершенно не ебет, что пока Call of Duty 10 лет топчется на месте, Battlefield поражает своей масштабностью. Destiny от... Что происходит? За кого мы играем? Мы смотрим опять какую-то кассету. Дверь закрыта, блядь. Начинается. Да, народ, да! Те, кто проходил ИС-7, помнят этот момент. Это довольно-таки непростая. Такая огромнейшая головоломка вот с этим вот, ну, в принципе, в этом помещении. Да-да-да-да-да-да. А прикол в том, что мы сейчас смотрим запись, а нам за самого Идана тоже предстоит здесь погулять, если я не ошибаюсь. Ну что же, давайте здесь как-то включим, что ли, какие-то самые огни, свет, что-нибудь такое. Я пока ничего не вижу. Надо думать, что нам делать. Тут надо просто подумать. Пока я ничего не понимаю. А, блин, кто-то один у нас. Вот. Включился свет. Так. Возьми свечку, зажги ее. А, ну вот, свет, собственно, загорелся. Собственно, что тут сказать-то? Получается, толчок давайте спустим в воду. Или поднимем ее. А, пиздец, отвратительно! Кошмар какой-то! Грязная подзорная труба. А мы куда эту трубу-то должны вставить? Нам бы даже сначала ее осмотреть. Вращать назад, закрыть. А, мы должны ее, короче, промыть. А где ее промыть? А, вот здесь. Вода не течет. Блядь. Мы должны промыть трубу. Нет, не подходит. Так, ну давайте, наверное, что-то зажжем в свечу. Весь этот прикол в том, что мы сейчас-то никак к торту-то не подберемся. Тут же работает струя, вода. И свеча погасится. Поэтому никак. Нужно куда-то сюда вставить. Помню, это... Нет. Нет, и это тоже не применить. Я уже подзабыл, народ, честно. Я уже реально подзабыл. Как здесь, да что? А, вот. Поджечь надо. Вот, подожгли. Открываем тут шарики. Тут все лучше их лопнуть, шарики. Полопать. И не церемониться. Иначе они просто закроют нам видимость. Видимость зоны. Что делать бы как. Вот. Воздушный шарик. А, понятно. Тут все взаимосвязано. Тут, собственно, подбирайте один предмет за другим. И будет понятно, что делать дальше. Тут не особо так-то, в принципе, такого сложного-то ничего и нет. Да блин, давай уже. Ну что ты, блин, стоишь-то? Все, полопнулись эти шарики. Лукас похреневший полностью в край. Я даже уже не знаю, что сказать по поводу него. Я не буду спойлерить тех, кто не знает, что с ним в дальнейшем будет. Убьем моего вообще или не убьем, непонятно. Ну, у меня в Ави стоит на каждом видео второго сезона, что, ну, стоит у меня. Маргарет, Лукас и Джек. То есть, получается, они три главных босса во втором сезоне в моем. В моем втором сезоне Residential 7. Вот. Маргарет мы уже победили. Джека вроде бы как тоже. Остался, по сути, Лукас, но непонятно, что да как. У нас без пароля будет открыть сложно. Ну, логично, логично. Вот, понятно, куда тут вставлять теперь. Сюда. Шарик. Воздушный шарик надутый. Блерь! Ебать, что это такое? Гость, что ли? Тут пишет. Пашенди. Пашенди пишет. Ну, я с ним в Residential 7 не здороваюсь, как обычно в Detroit. Потому что знаю, что он не смотрит, поэтому я с ним особо не здороваюсь. Вот, такие дела. Так, получили какой-то мы перо для письма. И вот это перо, собственно, нам и нужно вставить к этому чертиле. Вот это вот перо. В смысле? Перо же нужно вставить. Алло. Он не может ее держать. Может, сюда нужно? Сюда тоже нельзя. Да, ёптвою мать, что происходит. Ну, ладно. Что теперь делать? А, похоже. Сейчас. Ну, давайте, наверное, пройдемся. Сюда. А, может, так поставить? Ага. Это случайно горит. Ну, да. Печаль беда. Тут какая-то вот еще. Нам это нам дают, кстати, разгадать головоломку. В отличие от той, которая в соседней комнате. Заводной ключ. Заводной ключ. О, нашли. Потек что-то. Потекло. Бензин, может быть, или что-то вроде этого. Так и не прекращается. Ну, может, и бензин, кто его знает. Может быть, и солод там, или непонятно ничего. Так, значит, давайте попробуем вставить ключ сюда. Только прикол в том, что нам еще нужно перо. А у него рука пустая. Но прикол в том, что мы вставляли сюда перо, а он не вставляет. И он не может его держать. Почему он не может его держать? Непонятно. Перо как перо. Похоже, это перо дешевая подделка. Дешевая подделка, да. Дешевая подделка. А что же нам делать-то, если это дешевая подделка? Может, нужно как-то его... Ты перо сюда? Нет. Тут я уже немножко подзабыл, народ. Немножечко подзабыл. Что да как. А тут, кстати, скрывается, если я не ошибаюсь, какая-то подсказка. Подсказка. Какая-то подсказка скрывается. Только я пока не пойму, какая подсказка. Ну, какая-то подсказка здесь скрывается. Давайте еще раз осмотрим эту комнату. Может, мы здесь пропустили что-то. В этих шкафах, например. Да нет. Без пароля. Ну, если учитывать тот факт, что нам дают разгадать вот эту головоломку, то получается, мы от этой головоломки, по идее, должны знать. Должны знать пароль. Только непонятно, где он. Пароль, в принципе. Может, где-то здесь. А, понятно. Вот сюда нужно что-то вставить. Только что нужно сюда вставить? Непонятно. А, может, сюда? Нет, не подходит. Сюда. Нет, это под конец. Это когда мы уже закрываем, полив вот этой воды, чтобы пройти с горячей свечой. Это уже под конец будет. Так, ну давайте тогда. Зажжем свечу. Что еще делать-то, собственно? Я не знаю, что еще делать. Что еще делать, я не знаю. Может, нужно свечу вставить? Нет. Нет, ну странно. Народ, вроде пирожи нужно вставить. А, понятно, я понял. Все, я догадался. Я догадался. Сейчас мы... Сейчас мы сделаем. Осмотреть. Сейчас мы прольем. Ну что? Сюда нужно, кстати. Ну все, вот мы поливаем. Теперь через него видно, что не будет. Мы осветились же вроде. Вроде осветились. Нет, нифига мы не осветили. Подожди. А, вот оно что. Просто применить нужно. Просто применить. Так вот, применяем. Да. И теперь нам, скорее всего, покажут. Да, здесь. Скрытая камера. Вот, да-да-да-да. Девочка, колокольчик и ребенок. Все. Ставим здесь. Девочка, колокольчик и ребенок. Так, девочка. А где девочка-то? Короче, ставим колокольчик. Ребенок. Где ребенок? И, по-моему, вот так. Да. Правильно. Кукла Вуду. Сломанная кукла. Да вы издеваетесь. Какая она в куклу Вуду? Вы чего? Давайте осмотрим. Это кукла на ощупь жесткая. И что мне, блядь, с ней делать, с этой куклы? А, может, надо сюда ее применять? Не подходит. А куда ее применять, тогда непонятно. Может, в туалет? Нет. Не в туалет. А, понятно. Похоже, сюда ее нужно применять. Точно. Точно. Палец куклы. И что она нам дает? Часть руки куклы. Сделанная из металла. А, может, нужно... Понятно. Нужно сначала палец вставить. У него вот на этой левой руке пальца не хватает. Нужно вставить палец, а потом, когда у него будут все пальцы, уже вставить перо. Теперь понятно. Народ, теперь я все понял. Сейчас вставляем палец. Все, теперь он может писать. Теперь вставляем перо. Все, логично. И заводим. Отпусти, блядь. Отпусти, сказал. В угол пойдешь. Сам ты лузер, блядь. Забыл, как этого зовут-то. Над которым Лукас стебется. Я забыл, честно. Какой лузер? Так он свою руку не показывает. Выйти-то можем. А нихера подобного мы выйти не можем. Так. Ну, давайте посмотрим. Нам нужно сейчас... Наша цель главная. Это, получается, разгадать вон ту головоломку, которая вот в этой вот комнате. Вот в этой вот. А мы не можем. Мы не знаем пароля. Хотя, кстати, если сейчас он будет смотреть туда, значит, он знает пароль. Да, мы смотрим. Лузер. Точно, мы и пишем. Слово лузер. Это же подсказка. Получается ло... Ло... У... Где? А, просто зе. Ло... Зе... Р. Логично. Открываем дверку и достаем вентиль. Все, народ, почти все прошли. Почти эту головоломку. Если знать последовательность выполнения всего, то тут, собственно, несложно. Применяем вентиль. Забыл как его... По-моему, его Клэнси зовут. По-моему, да, по-моему, Клэнси его зовут. Точно Клэнси его зовут. Этого чувака, за которого мы сейчас играем в кассетной записи. Так, куда дальше-то? А, загораем свечу. Теперь спокойно ее ставим сюда. Радуемся? Ой, бля! Не жим. Че ты смотришь? Доставай консервы, соленья, варенья. Ух. Прыгай, прыгай. На гараж прыгай. На гараж. На какой их тут до хуя? Маленький. Маленький. А ноги почему дрожат? Гараж маленький? Срать хочу, че? Сталин, безо меня. Кто за пленян? Меня совершенно не ебет, что пока Call of Duty 10 лет топчингся на месте, Battlefield поражает своей масштабностью, Destiny атмосферностью, Titanfall динамичностью, а кейс го свой тактичностью. Долбоёб какой-то вообще, я в шокере над ним, над ним Лукасом, просто ужас какой-то, а не человек, это даже не человек, это какой-то мутант, я не знаю, какой-то, блин, не знаю, кто это такой, но это не человек, это ужас, просто ужас какой-то, охреневший тип. Ой, не знаю, что ещё можно сказать по этому поводу, то есть мы всё сделали, мы всё разгадали, всё поставили, всё звучу, во всём разобрались, и в итоге что? В итоге всё равно мы попали в этот огонь, всё взорвалось, мы попали в огонь. Ну, у Лукаса у него, в принципе, ничего невозможно разгадать, как вы поняли, народ, у него всегда, в любом случае, он ставит какую-то цель, если ты эту цель выполняешь, его, ну, в смысле, загадку, волволомку, ты всё равно остаёшься с носом, в любом случае, выполняешь, то есть ты выполняешь, то ты остаёшься с носом, если ты не выполняешь, то ты, блядь, вообще пипец как остаёшься с носом, блядь, пипец как. Так, ну что же, всё, мы разгадали, всё, всё, головоломки все. Здесь, кстати, отмычка, нет, я помню, да-да-да, давайте используем. Что нам дадут патроны дубовика? Ну, конечно. Давайте, наверное, здесь используем самый... Нет. Нет, как, пищевые добавки. Какой препарат, в смысле? Ну их нафиг, я не хочу, мучиться, что-то там думать. Давайте перезарядимся. Долго всё, долго, капец. Туда-сюда бегать неохота. Ну что ж, посмотрели, посмотрели, теперь нам предстоит то же самое прожить. Но там прикол в том, что народ... Сразу вам говорю, что за Итана будет такая же похожая штука, головоломка, но в конце нужно что-то сделать будет с этим огнём. Если мы этого не сделаем, то мы просто на пустом умрём. И тогда будет печаль беда. Нужно что-то сделать, иначе по 150 раз проходить. Эту головоломку, это, блин... Блядь, я забыл, тут же не работает эта хуйня, как релизент его 4 и 8. Ебать! Бежим! Мне уж страшно. Забыл я, забыл, народ, забыл. Капец. Ну, сразу говорю, с огнемётом их мочиться на зло не будет. Давайте, наверное, что выложим. Кассету сразу выкладываем. Что ещё мы выкладываем? Этот самый... Ну, пока давайте выкладываем для этого самого... Топливо для огнемёта. Что ещё мы выкладываем? Давайте, наверное, выложим пока аптечки. Потому что у нас травы есть. Пока нет необходимости в аптечках. Так. Ну, пока что да. Пока что вот так вот сделаем. Сохранимся. Сохранимся. Так. И что теперь дальше? А дальше тут появилось 2. Аж 2. Получается. Ну, не лизуна, как они называются. Ну, такие враги, кстати, были в Resident Evil 2. Да, они реально были такие враги. Это улучшенная версия лизунов. Но это не лизуны, это какие-то другие враги. Давайте. Блядь. А, нихуя, что-то как-то меня. Понятно. Тут же нет. Тут не так. Тут не то. Это Resident Evil 5. Чисто по инвентарю. В плане инвентаря это Е5. Реально Е5. Я ещё раз сто раз-то скажу. Единственное. Ну, блин. Тоже. Там тоже такая же хрень. То есть нужно... Нельзя применить предмет в меню. То есть ты находишься в режиме реального времени. И тебя могут убить враги. Это так неудобно. Это да, это реалистично. Я согласен. Это очень неудобно. Это просто край как-то неудобно. Если нам убить этих лизунов, у нас нет другого выхода. У нас просто нет другого выхода. Давай. Что за стопор-то? Сейчас респаунится. Давай, давай. Давай. Ебать. Подлогнуло как-то. Всё, да? Ага. Конечно. Всё. Теперь вроде всё. Да. Вот так вот. Так. Давайте. Используем теперь. Карточки. Синие сначала. И красные теперь. А, всё. Они уходят. Благодаря это радует. Места освободились. Так. Что же нас здесь, собственно, ожидает? Да-да-да. Посмотрим. Ну, мы... Сейчас дойдём до сохранения. И думаю, уже нужно заканчивать. Уже времени довольно много. Мы записываем. Блин, опять подтормаживание. Давайте на это поставим параметры. Видео. Среднее. Качество теней. Может быть, из-за этого. Такая ерунда. Ничего себе. Лукас там тут подготовил. Прожины. Или что он подготовил здесь? И что дальше? Телевизор? Посмотрим телик. Может, ТНТ включим? Дом 2. Давайте. Но мне абсолютно похуй на эти игры, потому что я люблю жрать дерьмо. Ведь это чертовски увлекательно ходить и рассматривать, какие же пасхалочки в этот раз оставили тебе разработчики. Пасхалочки в виде мыльных текстур, убогой физики и прочих оттавизмов игровой индустрии. Ну, это не важно, ведь Activision это бедная компания, у которой нет денег на создание идеальной игры. Я не вижу ничего странного, что двигло этой игры не меняется 500 лет, а системные требования растут в геометрической прогрессии из года в год. Меня абсолютно не шокирует, что Call of Duty Ghost, безусловно, лучшая представительница серии по системным требованиям, как Battlefield 4. Как ебаный Battlefield 4. Но это все не важно, ведь в Call of Duty главное сюжет. Где главный герой ебаный в пятку Рэмбо, который в одиночку крошит абсолютно всю вражескую армию. При прохождении Advanced Warfare мне ни разу не хотелось блевануть на свои учебники от однообразности миссий. Где мне надо было перекрошить триллион тупоголовых ботов с атрофированным, как у меня, самого мозгом. Господи, какое же дерьмо этот ваш Battlefield, ведь что может быть более омерзительное, чем графика в шутере? Какому еблану могло прийти такое в голову? Лужи, в которых видно твое изображение? Что за пиздец? Насколько надо быть конченным, чтобы добавить в игру разрушаемость? Господи, кому это надо? Баланс карп? Что это за шутер, где нет респауна за спинами врагов? Я в такую хуету играть не собираюсь. Вот экзоскелеты это тема, и мне совершенно поебать, что экзоскелеты были лишь в двух миссиях всей сраной компании Advanced Warfare. Мамулечка, купи! До чего же я уважаю Activision, они совершенно не думают, как бы наебать меня на бабло. Более того, Activision любят своих фанатов, поэтому радуют нас новыми частями каждый год. Ведь в играх главное количество, а не качество. А еще Call of Duty самая крутая, потому что ее рекламировала Меган Фокс. И специально для нее песню сочинил Эминем. А еще я играл в Modern Warfare 3, значит я самый настоящий сторожил из серии. А еще Call of Duty самый крутой мультиплеер. А еще я конченный мелкий отбитый дегенерат. На тупости и безвкусности которого американские издатели поднимают миллиарды. Пойду выебу, кота. Блэй! Самодовольный кретин. Браво! Самодовольный кретин, реально, болван и кретин. Сделал себе ноготь слайда самое, расщеплил на двух пальцах. Толбаде кто-то вообще, я не знаю. Психушку пора ли куда-то еще. Я просто не знаю, как еще сказать. На такого какого. Я просто не знаю. Мы просто пройдем дальше. Трава. Четвертая трава. Было бы с чем соединять. Ох, вот тут сразу, я вспомнил, тут поосторожнее здесь находятся взрывчатые вот эти вот полоски а-ля Ре-4 и Ре-5. Такие полоски были, получается, в Ре-4 и в Ре-5. Да-да-да, народ, именно так. Патроны к пистолету. Отлично. Так, а как тут что? Где вторая? Ладно, пройдем тогда вот так лучше. А, сделаем тут так. Все. Так, теперь осторожнее, опасаемся. Тут везде эти бомбы, вот эти вот, смотрим. Вот, сделаем так. Еще минус бомба. Здесь, по-моему, уже ничего-то и нет. О, нас потихоньку дают п-припасы, п-припасы нам дают потихонечку. Так вот здесь, поосторожнее, сразу говорю. Вот, вот, уже линия идет. Вот, я говорю, поосторожнее. Я же не специально это сказал, придумал. Откуда ты там взял это? А где, куда это идет? Куда идет вторая? Вторая, куда идет? А, ну понятно, ладно. Вот, открывай. Он очень наставил все вот это вот, это самое. Вообще, капец как. Непонятно для нас он оставил. Вот эти все горы, бомбы, взрывчатые вещества. Главное, не попасться. Ну, как бы, это нас не убьет, но просто хп много уберет хп. Это будет неприятно. Что это? Я думаю, это отмычка. Это просто прибор для того, чтобы белить. Ну, как его... Вот, что-то... Вот. Вот еще. Ага, блядь. Ты дебил. У тебя, блядь, психушку пора. Ему, в принципе, психушку пора. А он, похоже, еще и заразился тоже, как и... Ну, как и Маргарет Лук этот самый. Как и Маргарет Джек Бейкер, он тоже, походу, заразился. Блядь, ты что ж такое? Падает эта хрень со стулу постоянно. Так, давайте еще посмотрим, что здесь можно взорвать. А, я не знаю, что. Тут, может, походу, ничего-то и нет. Поставил посередине, взял, поставил коробочку. Специально. Думаешь, я такой дурачок. И... Ну, тут рассчитано на то, что ты стреляешь далека, просто находишь предмет. Ты подходишь и ножом сбиваешь, оно взрывается. Специально так рассчитано. Специально так, народ. Именно специально. Именно, именно специально, да. И тут еще где-то вверху стоит, если я не ошибаюсь, гранатная бомба. Вот еще коробочка. Вот, именно вот это, да. Именно вот это. Нужно внимательно, поосторожнее смотреть. Но при первом прохождении, народ, этого не получится сделать. Скорее всего, вы где-то, да, где-то, да, попадетесь. Скорее всего. Тут ничего нету. И тут страшнее всего. Самое-самое страшное. Вот, как видим, уже линия, уже полоска. Смотрим, куда она ведет. А я не вижу, куда она ведет. Нужно просто пригнуться. Ага, пригнуться, конечно. Вот вторая полоска, блядь, ведет куда-то. Непонятно. Давайте собьем сначала вот это. Блядь, что происходит? Я вдалеке был. Я был вдалеке, мудак. И что делать теперь? Я не вижу, куда ведет эта хуйня. А, ну теперь можем пройти же здесь. Теперь же. Все. Вот. И, по-моему, это еще даже не все. То есть, еще где-то стоят эти. Самые. Бомбы. Вот это место, народ. Вот это место. Да, именно так. А у меня опять, блядь. Идет, блядь. Скажи. Ой, блядь. Это тот самый, та самая комната с Кленси, которая проходила головоломку и не смог пройти. И тут у нас стоит машинка. Ой, машинка. Сундучок. Но вы не замечаете ничего странного. А где машинка сохранения-то? Так, ладно, давайте. Что-то довозьмем. Так, у нас... Что-то у нас тут есть. Нет. Тут нам ничего не надо. Все мы оставляем, как и есть. Аааа, тут такая хуйня. Здесь нужно, короче, оставить все предметы, чтобы пройти дальше. Вот, смотрите, я вспомнил. При прохождении 20 Warfare мне ни разу не хотелось блевануть на свои учебники от однообразности миссий, где мне надо было перекрошить триллион тупоголовых ботов с атрофированным, как у меня, самого мозгом. Господи, какое же дерьмо этот ваш Battlefield. Ведь что может быть более омерзительное, чем графика в шутере? К какому еблану могло прийти такое... 5-1-4. Ну, давай попробуем. 0. 5. 1. И 4. Что, блядь? Сука! 0-6-1-2. Ебанутый черт. 0-6-1-2. 6-1-2. Блядь! Нужно найти пароль. А что будет, так что мы второй раз разогнать неправильно? А, вот, что-то открылось. Что-то да, открылось нам. Ну, здесь тоже, говорю сразу, находятся эти самые, блядь, эти ловушки вот эти вот. Здесь находятся взрывчатые эти вещества. О, отлично, эпоксид. Только бы нам его ещё взять, его дали бы успешно. Так, 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 так. Не знаю, пока что не вижу тут никаких бомб. Но здесь может быть бомб. Блядь, да я вдалеке стоял, что за хуйня-то, блядь? Какая-то залупа, блядь, реально. Соединим. И не могу, потому что, ну, капец, вообще. У тебя вдалеке стоял, у меня, блядь, или не вдалеке, или это не вдалеке считается. Я не знаю, как это считается. Без понятия вообще. Это-то зачем? Топливо, блядь. Топливо-то зачем, я не понимаю. Я уже боюсь тут ходить, в принципе, боюсь, потому что, блядь, мало ли. Это взрывчатая ебала попадётся за ней за мат. Я, блядь, боюсь ходить. Вот я, блядь, поэтому, сука, и боюсь. С какого хуя она стояла, непонятно где. Сука! Блядь, ебаная. Ну, я тебе найду, я тебе пизды, блядь, ставлю, долбоёб ты ебаный. Хоть, блядь, в дополнениях или не в дополнениях, где-то там будешь боссом. Я тебе, блядь, найду, я тебе найду, я тебе, я тебе сказал, блядь. Я тебя найду, сука. Тут ничего нету. Всё, блядь. Пошёл ты. Так, соединяем. Тут нету никаких гранат. Тут вообще ничего нету, блядь. Закрывай, всё, пошли. По рандому. Тут патроны от дробовика, патроны от пистолета, а в другой раз вообще бомба здесь может быть. Короче, смотрите, народ, здесь где-то внизу, где-то внизу получается бомба. Где-то внизу. Только где внизу, непонятно. Он по-любому появляется. У меня уже нет времени уже думать. Я уже говорю, я привык уже в Ре-8, где выбираешь снаряжение в инвентаре. В смысле. Где выбираешь в инвентаре, где у тебя инвентарь играет отдельное меню. Тебя не могут убить, пока ты выбираешь предмет. А тут, походу, могут. Где граната-то? Где она есть? Я ничего не вижу. Вот где она, блядь, стояла? Я не понимаю. Давайте переиграем, народ. Где она, блядь, стояла? Я вообще её не вижу. Давайте, давайте переиграем. Так, переиграем, конечно. Давайте ещё. Короче, всё. Походу, машинок тут нету, машинок. Заходим ещё до одного автосохранения. И всё, заканчиваем. Потому что уже всё. Уже время уже подходит к концу. Она, походу, стоит не вот так вот. Не по горизонтали, а по вертикали, походу, стоит. Да, вот так по вертикали стоит. Именно так. Ну что же, давайте, давайте посмотрим. Сделаем раз. Так, сделаем два. В виде нить. Делаем три. Тут ничего нету. Да, четыре. Тут тоже ничего нету. Да. И с дробовика пять. Сейчас набежит этот придурок. А то он дробовик, пистолет... С пистолетом к нему вообще идти смысла нету. С пистолетом. Сейчас набежит. Вот он, придурок. Пидорас, ебаный. Все, блядь. Подыхай. Она, походу, стоит как-то по вертикали. Только как, непонятно. Тут ее нету. Вот она, вот она стоит, по-моему. Я не вижу, блядь, где это же было, все видно. Вот. Это не она. Я не понимаю. Я не понимаю, народ, как ее понять, где она есть. Она где-то здесь, до сто процентов. Сейчас же мы взорвемся сейчас. То ли она невидимая, то ли он невидимую ее сделал. Я вообще не понимаю. Где есть-то эта граната-то, я не понимаю. Или бомба, или что это такое, взрывчатое вещество. Где оно есть? Я ее вообще не вижу. Может, нужно как-то боком пройти? Я не вижу никакого вообще взрывчатое вещество. В принципе, не вижу. Вот. Вот, что-то светится. Вот оно что-то. Вот оно. Что-то здесь. Вот, вот. Светится что-то. Я... А вот оно, граната! Нашел, блядь, нашел. Все, блядь, нашел. Наконец-то. Вот тут еще. Да, блядь, попади ты. Попади, я сказал. Тут их дохрена вот в этой комнате, насколько я знаю. Вот, еще соединяется. Сейчас. Тут еще. Да, блядь! Я, блядь, ее взорвал, но вдалеке была, блядь. Сука. Охуевшая, блядь. Все. И это еще не все, да. А вот теперь, похоже, все. Это тоже, походу, не все. Да-да-да-да, именно про это. Стероиды. Стероиды это хорошо. Это хорошая находка, стероиды. Монета. Не знаю, зачем она нам нужна. Короче, все, народ. Сейчас мы... Здесь где-то в сохранении должно быть. И где в то сохранении? Вот прах. Ух, елый-палый. Давайте их подольем, наверное, как-нибудь. Ну и что делать-то надо, я не пойму. Пошел ты, блядь. Все. Тут я вообще уже ничего не вижу. Травы. О, отлично, трава. Так, давайте порох возьмем. И где-то должно быть автосохранение. И тут, опять же, не забываем, что, получается... Могут быть взрывчатые вещества. Не забываем про это. Автосохранение. Нашли, наконец-то нашли. Отлично. Наконец-то, так. Из-за дрова века. А в чем тут выбросим, в принципе-то? Это мы пока что оставим. Это мы тоже пока оставим. Это мы тоже пока оставим. Ключ нам уже, скорее всего, с змеей не понадобится. В принципе, он нам уже точно не нужен. Стероиды пока тоже мы не приберем. Травы я аптечку пока оставим. Давайте даже, наверное, это вот еще одну возьмем. Да, вот так. Так, делаем раз. Так, делаем два. Ну, вроде бы... А, и вот это вот мы тоже. Получается. А, может все будет. Так, ладно, все, народ, давайте сохраняться, наверное. Так, а вот здесь вот что? А, перезарядиться забыли. Ну, так, не особо у нас по боеприпасикам хорошо, но более-менее. Ладно. Все, сохраняемся. Все, народ, затянулось, наверное, серии. Я даже не знаю, насколько я записал. Может быть, на час, может быть, и больше. Я уже даже и не знаю, насколько я ее записал. Девятая серия второго сезона. Resident Evil 5... Ой, Resident Evil 7. Оставьте оценки, как вам что. Много вафлил, много тупил. Даже зная про бомбы, все равно умудрялся как-то попадаться. Вот. Даже зная про это. Представьте, какой он, блядь, умный этот, лук. Блядь, сука. Вот. Собственно, надеюсь, вам понравилось данное видео. Я желаю вам всем успехов, всем удачи. И увидимся уже в следующей серии. Она ожидается быть довольно-таки интересной и интригующей. Поэтому всем удачи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова